Еще совсем недавно Кутюрье раньше всех знакомили со своими коллекциями одежды редакторов глянцевых журналов. Сегодня все чаще первыми оказываются стилисты. Основатель собственной школы стиля Ольга Шалашова сегодня в шоуруме дизайнера Светланы Размаховой. Здесь убраны все выточки, заложены в драпировку. Швов практически нет, за счет этого прилегания остается. Мне нравится, что за счет вот этой плотной ткани, все эти драпировки, это все держится. Стоит. Да, стоит. Оценив специфику кроя, переходим к следующему этапу – оценки имиджевого потенциала коллекции. Проще говоря, что с чем можно сочетать, чтобы получились неповторимые индивидуальные стильные образы. Интеллигентный минимализм. Минимум деталей, минимум отделки. Все очень сдержанно, все очень лаконично. Такой очень интересный, выдержанный стиль. Вот такие летящие платья, которые можно стилизовать не только ботильонами, сапогами. Можно стилизовать кроссовками, можно стилизовать такими мужеподобными жакетами, like a man. И принты можно найти любой контрастности, на любой вкус. Здесь уже принты по насыщеннее, такая цветовая гамма поглубже. Ну и для тех, кто хочет себе на лето обеспечить хорошее позитивное настроение. Появилась очень интересная тенденция – это экзотические принты. Предлагаю дополнять это чем-то более скромным, потому что здесь все-таки акцентом является у нас тот принт. Например, белые джинсы и кеды будут уместны в сочетании с такой рубашкой. Еще один тренд, который будет с нами этим летом – это все, что связано с униформой, со спецодеждой. Комбинезон авиатехника – достаточно интересная вещь. Много вариантов стилизации можно придумать. Можно носить сам по себе с кедами, кроссовками. Можно вниз пододеть футболку. Можно надеть его с водолазкой внутрь, дополнить ботильонами. Увести в индустриальный стиль, например, если мы добавим очки, маску, добавим какие-то тяжелые ботинки. Либо увести в стиль сафари, если это будут эспадрильи, если это будут плетеные сумки или сумки с бахромой. Мой фаворит этой коллекции – это вот такое платье. Несмотря на сложный крой, оно оказалось достаточно универсальным. И я составила с этим платьем три комплекта. Это платье я сочетала с жакетом, с пальто. А также поверх этого платья я надевала рубашку, которая тоже асимметричный крой имеет. И получился такой очень авангардный комплект. Я думаю, что можно под него еще надеть водолазку. Для этого тоже получится интересно. Ну и, собственно, обыгрывать его с помощью разных аксессуаров, разной обуви. Я думаю, что достаточно универсальный вариант. Вот эти все сезонные цвета, как раньше это было, что темные оттенки мы носим зимой, а светлые оттенки носим летом – это уже не работает. Можно носить зимой белые джинсы, и это будет смотреться круто. И также летом можно носить черный цвет, и это тоже будет смотреться интересно. Но если вы не готовы к таким экспериментам, то можно присмотреть более понятный для лета вариант. То есть это вот такое же платье в светлых оттенках. И как бы это ни звучало парадоксально, черное платье для стилиста – это как белый лист, с помощью которого можно изобразить буквально все, что ты чувствуешь.